здорово ребята вот выехали в орел хотим туда съездить еще раз вот там плотина есть покажу вам будет две части 1 часть о городе основном и о плотине вот сейчас едем на курский вокзал у экрана даже телевизора такие старые даже вагона до поясе но не во всех кстати не во всех вот короче на чекаловскую на чекаловскую приехали там на курский вокзал одно остановочка просто средства бульвара проехали ребята куда столько людей афигеть просто вышли 730 короче говоря да и просто тьма как будто в обычный рабочий день по ходу в москве население блин не как по официальным данным 12 миллионов а все лямов 25 и меньше просто охренеть какой пассажиропотоп как в обычный рабочий день но на вокзале движуха в любое время дня и ночи поезда приезжают всем ныряют метро но тут короче торговый центр то длинновые граффити вон появилась и изрисовано вот сам короче вокзал и вот как вам отделочка такая шикарная 2020 год ребятушки для отмазки все лицо короче чешется блин хоть какую-то расческу типа беремлены чеши под маской но типа еще если есть потея что это все блин раздражение обеспечено ну вот он такой трехэтажный это самый нижний этаж там выход к путям киевсе тут есть всякие забегаловки можно купить почитать что-то магазина разная короче ребят доехали как всегда блин с приключениями то ребенок орал вот вообще не могли его там никто не мог его успокоить мать его не могла успокоить тонки то две бабы короче ехали блин рассказывали на весь вагон как им там охуя научиться в институте ну как всегда вот приехали уже на плотину завтра пойдем вот так вот прошлись по округе немножечко посмотрели в принципе при новом губернаторе как говорят местные жители жизнь здесь расцвела то есть куча разных производств сельского хозяйства свинофермы всякие появились вот то есть как бы полемене стал ложится да и так в целом принципе по городу если посмотреть ну весьма ухоженный город вот мы прижали тулу вот такое впечатление со стороны железо дороги такое ощущение что тулу в развалах как каких-то заброшек куча заброшек вот здесь как ты идешь особо блин мало я даже практически не видел тут заброшки вот сейчас очень покажем вам по городу интересного вот друзья вкратце вам достопримечательности с нему музей исторический музей танки стоят тут все дела сама территория орловской области она два года была в гитлеровской оккупации вот и 200 тысяч жителей уничтожили фашисты вот они просто тут сметали целая деревня вот идем дальше покажу вот самый самая-самая центральная улица короче ну трафик как видите такой средненький но принципе неплохо для регионального города вот плюс еще здесь ходят троллейбусы трамваи даже ходят вот такие вот автобусы на газу видите на крышу баллон поехал вот вот троллейбус входит так что все тут нормально тут еще кстати преобладает архитектура такого типа советского периода монументальные здания вон друзья всякие сталинки тут у нас детские площадки все оборудовано хорошо памятник великой отечественной войне плитка между прочим аккуратно уложена лавочки мусорки вот они сталинки слушайте но весьма весьма цивильно все это выглядит это вот фабрика у нас то есть до швейная фабрика то есть производство здесь они ну конечно эта часть закрылась но много-много возродилась производства так что но губернатор эта область явно молодец цены короче ребятушки вышли мы с магазина вот любим мы вот когда ездим в региональные города сравнить все это с московскими короче говоря ценами в общем то цены чуть-чуть повыше чем у нас на все за исключением таких товаров как там яйца но все что здесь производится там к примеру картошка молочка до молоко здесь дешевле вот колбаса примерно также стоит но есть некоторые местные производители которые реально дешевле вот так что блин не знаю печальная ситуация сценами ребятушки вон ребята дом в конце да и сверху такси написано и номер телефона это все короче прикол из 90 тут они не ушли вот эти кучи объявлений всяких там до броских на первых этажах куча магазинов всяких этих кредитных всяких фирм вот такая история автобусы ну вот этот фасад видите вот и на первых этажах куча маленьких магазинчиков вот и реклама вот это вот она конечно тут вообще не в тему блин лучше что-то красивое там нарисовали вот ничто иное как барбершоп тут есть представляете ребят urban urban да действительно все выглядит тут как urban но не все они все мы сейчас вам покажем красивые места есть тут в этом городе и хорошие моменты прекрасная река к кстати города был основан на слиянии рек ака и орел вот старая советская архитектура этот кусочек такие есть а вот тоже красивый советский дом и тут что вы думали а барбершоп наличие такого количества барбершопов говорит лишь о том что как бы в принципе где-то работа в городе имеется где-то имеется куча пятерочек вон по левой стороне там магнит и все что захочешь озон тут все есть и производство есть хороший добротно провинциальный городок ну со своими конечно минусами тоже все так по налеплено как в девянастых годах вот на центральной на центральной улице встречаются и такие дома видите аж с колоннами наверху тут на река то элита в свое время жила вот еще один одно сельство что район расстраиваются очень хорошо и такой виден контраст видите старое здание двухэтажное потом пятиэтажка хрущевская хрущевская или хрен на кана и сзади видите двухтысячных годов уже высокий такой дом то есть люди здесь ипотеки берут все такое нормально вот тоже кусочки красивой архитектуры тут это такое все вон дом про который говорил видели целые гигантские районы вот всякие купеческие дома дом с башенкой все охеренно на на старинный какой-то слепнины ну красиво очень а а вон зацените эти новые светильники которые освещают проезжую часть блин губернатор я конечно блять сторонник там не хочу никого там это говорит что вот какой хороший губернатор но блин но он явно больше сделать чем предыдущий тут ну вот во дворах вот такая картина маленько не убрано конечно вот но в целом интересное такое впечатление город создает ну в принципе благодаря таким вот домам старинным ведешь это одни прям истории веет конечно она все перемешку вот с таким вот убожеством но все равно здесь вот ограда когда-то старая была вот видимо тоже явно не бедные люди жили вот тоже старинные дома в общем такие дела но дома есть отреставрированные но абсолютно блин безвкусно кирпича не видно могли бы аккуратненько сделать так что типа кирпичную кладку видно а точно так же как и вот этот дом облепили типа на похер ну ладно она хотя бы нормально выглядит в принципе в целом картина концертный зал концертный зал там внутри все совковое такое монументально ребят как вам такое он вроде бы как и провинциальный город но в то же время город классный такой с архитектурой сохранившийся ну вот я там только что снимал фиолетовая тут идет красная стена до облупленная и вот оно как оно раньше было на раньше было я вам скажу красивее потому что видно кирпичик видно всю эту кладку они же не зря вот так вот над окнами вот такие вот арки делали а это даже спортзал представлять вот раньше было красивее раньше было красивее он там волейбол ребятушки играют но все за место клея с пакетами как у нас 90-х было за место пиво с сигаретами люди занимаются спортом не все конечно но многие занимаются собираются играют вот тоже видите как-то тяп-ляпа сделано пол дома время покрашена отреставрирована а пол дома видимо другая краска у них была не закерачили другой краской дворики красиво классические вот эти вот ухоженные типа под окнами который обычно все в сигаретах бывают хочу еще заметить то что мало кого пластик в окна здесь но они не нужны в принципе вот как он такой дом вот с виду обычный квадратный дом а посредине а посредине смотришь вообще что-то изысканное там арки какие-то блин шикарные вот эти вот видите камешки там кирпичики выступают сверху прикольно ну и дальше вот такие urban района идут курятники непонятно но это мы тут ну мы не в центре далеко сейчас хотя знаете люди говорят что мы недалеко от центра на самом-то деле но вот центральных улицах сохранились такие крутые дома а тут такие уже идут пахнет курями какими-то свиньями то есть у всех тут сельские сельское хозяйство свое есть вот такие домики как он фундамент уже просел я вот высотой покрушу это мой рост вот она перемешку идет в крыму похоже кстати ситуации там тоже такое такие районы бывают недалеко от центра ну блин навозом пахнет ох нихрена себе чем мы видим чего мы видим ребята это воспоминание из детства самое это самая настоящая колонка в этих колон а ну в смысле да в домах нет воды а тут колонка каком такое блин прикольно и звук такой из детства старый такой вон дома какие-то красивые офигенно его современный дом рядом блин какая ностальгия когда этот звук услышал когда колонка качаешь охренеть приятное городишко чего не скажи приятный есть такие тут приколы я конечно херово знает какой сейчас губернатор такой дичи еще не видел написано подарок депутата коровина как вам такой урбан слушайте друзья да это какой-то прям прям показать показушный цирк смотрите качели написано леса торговая депутатская работа рыбакова даже на песочнице прикиньте детки играют а тут что у нас депутатская работа река урлик сейчас ребята плотине пойдем посмотрим заснимем вот сейчас сравнить газу где оказались но получается окраина такая но все равно тут новостройки есть вот короче район тут такие 90-х годов 80-х и вот уже относительно современный дома там ночью новый район стоит тупо новый нулевый вот и пойдем вниз то дальше находится это место на конечке шестого маршрута троллейбуса вот там чел что-то там снимает тусы короче туда ведет вот такой вот мост через реку ака вот такой тут обрыв чай-то надо поближе конечно все в деревьях не видно ни хрена а вон этот с и там это плотина находится она не глубокая метров 5 на на а может и того меньше не меньше даже коряги вон видны а на urban конечно жесткий новый квартал строящийся что говорит о развитии города трен города где короче там от многоэтажки вот а тут такие маленькие домики такие сельские и тут опа заброшка сгорев видимо может было чья-то там померли от старости и бабы заселились сгорелся участок бесхозного там у нас два дома вот тут же колонка есть прикольно прикольно такие конечно пейзажи тут лютый но смотрите вот если например есть у вас вот такой дом к примеру да вам как сзади там нахер вам квартиры нужно живешь себе с огородом совсем чё хочешь курей можно завести гараж есть чё еще надо для счастья вот короче путина снизу река она не глубоко идет весьма чисто а вот здесь я так пался степловой стал я чуть не наебнулся с тепловой станции короче труба горячую воду дает то есть по сути здесь вот где-то можно тупо плавать короче как это всегда как как летом даже теплее на откуда тут сверх спускает блин прикольные все эти конечно инженерное сооружение сейчас пойдем вам на плотину на саму наверх там покажем ну и вот она вблизи короче такой деревянный сверху помост какой-то вот и там дорога а вот хрен его знает наверх туда можно блин зайти не знаю но всяко интересно снизу тоже ее увидеть ой-ой-ой-ой тут прям какая-то трясина чуть ли блин не трясина вот короче ну я так понимаю чё типа она в приоткрытом чутка положении но блин произойдет впечатление вообще какой-то заброшки если честно не знаю напишите в комментариях кто знаком с этой плотиной чё она заброшена не заброшена хрен пойми чё у нас тут круто причал типа того если это вообще причал ну вон она вода тупо с одной вот этой щели я так понял прибирается потому что там особо блин никого течения нет в той стороне на отсюда идет ну и не глубокая опять же вот что тут полметра метра ну там может конечно поглубже метров до может четырех такая короче прикольная плотина старая не подняться вот здесь поднимаешься по тропиночке оп-оп то такие известняки и туда проход но от колодца тут идут короче тут сверху и все время в реку все подай вот возле моста короче какое-то инженерное сооружение генератор стоит там вон эти колонны короче от наводения это плотина была то есть переполнялась они стравливают вода вроде как она заброшена но хрен его знает там вроде все закрыто он звезда к это советского союза нарисованы то он это тоже сооружение я так понимаю это эти вот они вот эти створки поднимались вот этими кранами по 5 тонн каждый может поднять я так понимаю что они давно уже не работали на свете потому что блин они еще эти живые то все нормально на металл не растащены прикольно вот старый фонари ну вот такая вот друзья плотина снимать там особо дальше нечего вот ну блин очень она антуражная но я как понял то что она еще охраняется там будка есть вот чтобы не расточили все окончательно на металл короче совка остались вот такие вот лампы вот разбиты уже и без проводов и они вот так вот идут туда вдоль этой херни все будут дороги вот сверху трубы вот этого завода которые теплую воду производит и вот советский вот этот вот разъебанный столб без ламп уже сразу как интересно его дерево плюло снизу прям как будто бы стол простят короче из кустах а вот дом от этой тут видимо либо какое-то руководство находилась но он заброшен полностью кроме вот этого крыла на первом этаже видите наверху окна все побиты открыты то есть там холодно а может здесь нихрена никого нет наверно хотели что-то сделать да тоже нет пау какая-то квадро ловская генерация она тепловые сети ну да это дом заброшены полностью все таки вот тоже дом вроде пластиковые окна короче но я так понял что он заброшена такая старая ограда древняя он тупо просто стоит дом целый там никого нет но я конечно не уверен но судя потому что там открыто форточка в такую погоду сейчас минус один он скорее все заброшен короче возле этих заброшек там он дальше этот находится вокзал же народ такие дела вот архитектура дом 1907 года красота отреставрированный от центру города подходим тут есть у нас литуаль большой есть также макдональдс есть есть икея есть все магазины которые есть нас в россии здесь присутствуют вот конечно да вот эти приколы из 90-х тоже на первом этаже кучу магазинчиков ну где-то такое москве даже осталось вот такие дела сейчас там чуть дальше пройдем еще вам интересно снимем ну это вот читать центр там мост есть старом видео у меня есть кстати про мост вот орловский государственный университет один из филиалов там исторический факультет но не только есть построена в 1795 году дом вот до хера этих институтов видит учиться снимают квартиры съем кстати относительно недорогой за десятку можно купить ну не снять и вернее хорошую однушку с ремонтом там со всей хуйней храмов также много а он тот мозг который я давно снимал там тоже очень красиво вот тоже академия какая-то из красного кирпича банковская академия вот она академия такой чисто дом офигенно красивый как пряник прям вот а в ту сторону там прям самый сам мол считай это и центр отсюда начинается в ту сторону вот здание какое-то 1799 году построена там москве таких блин мало на самом деле тут больших сохранился ну и вот трава еще тут есть такие такие чешской постройки круглые такие и такой вот круглый еще трава и ходят вот чешский вот друзья с прошлого раза короче появилась тут еще самоходная установка с пушками то есть раньше паровоз был а тут теперь еще и самоходка прикольно прикольно сделали даже настоящая похода кстати говоря так чего нас это вот миномет миномет старый пушка противопехотная так вам и самоходка были ни хрена си вот это она большая что представляю в то время сделать прикинь как тяжело да было сделать все это отлить из металла ну наверное блин на каком-нибудь этом машине значит там которая там 12-ос на прицеп тогда был пик тяжелого тяжелой промышленности в ссср поэтому блин зря на удивляюсь ну по-моему только вагон вот этот был слушай когда мы тогда были самоходки это точно не было только вагон и вот памятник еще поставили дорожником не меньшим не ценимый вклад победа ну вот здесь вот катюша и сам тягач паровоз вот там вот уголь был тут вода вода отравлена анти на кипину вот как конечно масштабы вообще исполинский такой вот паровоз огромный а вот тут на носу короче все фоткаются вот аж ступенька протерта вот фоткаются вот такой вот такой вот прикол тут есть в общем друзья ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь на канал буду только рад постараемся для вас что-нибудь поснимать еще интересненько не только в орлевку не другой город с еще раз поедем всем пока